Всем здорова, чуваки! С вами, как всегда, на связи Брайан, и мы вместе с вами продолжаем играть в Атилу Total War в эпоху Карла Великого за Кардовский Эмират. Играем с вами на легендарном уровне сложности и без поражений. Ну что ж, мы с вами остановились на том, что смогли объединить полностью Испанию, и вроде как вместе мы решили, что отправимся в экспедицию на Сицилию. Единственное, скорее всего, перед Сицилией нам придется зайти в курсику Сардинию занять, да, создать здесь базу для наступательной атаки в Италию. Ну а потом с вами разберемся и с Королевством Франков. По поводу Барселоны. Ее мы с вами оставим в живых, я даже думаю, скорее всего, мы с ней заключим, попробуем военный союз. Кстати, они не против, вроде как умеренно, если согласятся. Да, они соглашаются на военный союз очень хорошо. Кстати, Урхель они потеряли, все-таки францкие сепаратисты смогли, потеряв даже все провинции, занять и отобрать у них один город. Давайте посмотрим сейчас, сколько у них врагов. Это Королевство Франков, францкие сепаратисты и Папская область. Ну, угрозу только для них, конечно, здесь представляют именно франки. Плюс, если герцогство Аквиатания объявит им войну, то тоже, конечно, им эта война сейчас будет не очень-то и нужна. Ну, посмотрим, будем следить за происходящими событиями. Если вдруг вот эта армия восстановится и пойдет на Барселону, то, я думаю, мы вмешиваться не будем, объявлять войну тоже не будем. Дождемся взятия Барселоны ими, и тогда только объявим этим сепаратистам войну. Ну, вот провинцию отожмут, если вот это вот. Я думаю, кстати, у них может это вполне получиться. Армии поблизости нету, тут к ним проблематично сейчас подойти, да и ближайших армий нет. Посмотрим, будем следить за ситуацией. Стэк нашего наследника мы, естественно, с вами отправляем в экспедицию. Именно он у нас отправится. Давайте перед тем, как мы отправимся, проапгрейдим все войска. Но намного у нас дорожают. Ну, лучники, кстати, не сильно дорожают. По статам. У них, кстати, броня очень вырастает. И все. Ну, и скорость, да. Скорость падает. Короче, они у нас бронированными становятся. По копейщикам 62, 140 будут у нас стоить. Давайте вот так. Броня опять же вырастает. И боевой дух. Ну, и хорошо, давайте всех апгрейдим. Доходится, естественно, у нас падает в связи с этим. Потом андалузская конница у нас в доспешную конницу превращается в третьего тира. Причем в довольно-таки прям мощную конницу, хочу сказать. Тяжелая. Броня у нее 63. Атака вырастает. Ну, прям. И, в принципе, кстати, дорожает не сильно. Нам тоже, значит, апгрейдим. 2,600 у нас экономика остается. Такие вот у нас теперь ребята тут. И тогда... Сейчас, подожди, сейчас посмотрим, есть ли у нас возможность. Нету возможности воителя везеть. Ну и ладно, фиг с ним. Фиг с ним. Нам надо будет погрузиться и отплыть. Погружаться мы с вами будем тоже довольно-таки долго, я смотрел. Вот здесь, кстати, быстрее. Во. Сплоченность у нас не падает. И плыть нам придется... Четыре. Четыре. Ну, ходов шесть плыть придется. Кстати. Ходов так шесть. Так, здесь у нас по порядку что по нулям. А у нас там еще что произошло. Ну, да. Союз, новая фракция Прованс. Избыток населения Валенсия. И избыток Игар-Полян-Далуз. Ага. Ну, окей. Так, потом. Вот этот городишко давайте перестроим сразу. Раз. Потом надо будет еще вот эти перестроить. У нас денег не хватит. Там три тысячи надо. Тогда мы с вами здесь возведем поля. Так. А здесь? Здесь у нас замок, крепость. Пойди и надо перестроить в город. Ну, у нас тогда начнется проблема с порядком. Поскольку замок дает нам общественный порядок. Сколько? Плюс два. А город нам будет давать руст плюс два. То есть уже... Ну, да. На следующий ход в любом случае начнем перестройку. Ну, что же. Давайте тогда завершим наш ход. Так. Здесь. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь можно заменить новобранцев, взять. Но, я думаю, пока мы это спешить делать не будем. Если начнется какая-то непредвиденная война или придется начать войну с сепаратистами, мы быстренько сделаем найм. Там буквально один ход нам понадобится. И все будет окей. По порядку у нас во всех провинциях идет на повышение, что замечательно. Давайте завершаем тогда ход. Так. Развитие технологии, строительство, водяная мельница. А война, Фима, Сицилия, Герцарство, Бургундия. Начали между собой войну. Еще у нас избыток. В Толедо. Избыток. Можно поля отстроить, взять. И в Лионе избыток. Только нам для начала надо будет тогда, сейчас в Валенсии, начать перестройку города. И тут тогда поставить на строительство. Что поставить на строительство? Что-нибудь на доход. Рынок тканей есть. 400. 200 от торговли, да? 2000 постройка стоит. Окей. Ставим рынок тканей. Так, здесь у нас тогда потом еще поля будут. А в Лионе мы с вами тогда отстроим потом, наверное, тоже рынок тканей. Либо можно продуктовый рынок, потому что пища 59. Здесь маловато. Портов особо нету торговых. Так, по исследованиям. Давайте дальше. Зал правосудия. Великий базар. Дом торговца с солью. А где, кстати, вот построечка? Меня интересует. На санитарио. В какой виде она изучается? Сейчас посмотрим. Так, так, так. Вот второго уровня. Ага, вот тут она находится у нас. То есть нам надо вот эту технологию. Сначала пройти надо будет через эту. Ну, в принципе, ладно. Давайте тогда так и сделаем. Сейчас эту изучим. Напрямую нельзя, да, ее изучить? Ну да. 19 ходов мы всего потратим. Тут империя еще вырастет. Так, мы скорость впечатляющего перейдем уже на устрашающий. Содержание у нас еще подорожает на 7%. Блин. Фигово. И штраф еще со всеми фракциями увеличится. Что не очень хорошо. Блин, я смотрю, у меня что-то флот не может отплыть. Уже который ход, мы стоим с вами на месте. Что-то я не пойму. Так, торговое селение. Так, продуктовый рынок 2000. Поля мы с вами отстроили. Блин, мне вот это что-то не нравится. Почему мы с вами отплыть не можем? Сколько мы так с вами стоять будем еще? Странно очень. Надо было хотя бы кораблик 1-1 флотилию собрать. Туда армию погрузить. Вроде как она, по идее, может быстрее двигаться. А там, не знаю. Собрать флот. На сплоченность никого у нас нету. Что-то не пойму, почему мы с вами не можем уйти отсюда никак. Какие-то проблемы. Так, сепаратисты уничтожены. Карьера так воспрепятствовать продвижению. Ну, во, неужели? Я уже боялся, что мы отсюда не уплывем никогда. Видимо, какое-то время, кстати, занимает вот эта вот погрузка. Может быть. Так, город перестроили. Порядок у нас на нуле сейчас. Рынок тканей мы с вами тоже отстроили. Избыток населения нижняя марка. Так. С едой здесь более-менее. Дела обстоят у нас нормально. Давайте здесь тогда сейчас... Ну, тоже, ладно, давайте пищу отстроим. Где-то у меня еще были подождите пустые клетки. А может, все застроил? Может, надо на второй уровень переходить? А, вот. Так. Поля. Здесь, в принципе, если мы замок будем оставлять. Дворец правителя 3000, перестройка. И... Дорованое поместье 3000, тоже перестройка. Попробуем погрузить армию. Посмотрим. И найти жену. Смерть на службе. Альмундхир. Кто это такой, интересно? Случайно, не наш лидер фракции. Наследник. Ученый. Меткий стрелок. Купец. Политик. Давайте ученого возьмем. Нет. Тут у нас служил один. Ага. Персонаж заключил брак. Отлично. Потеряли, блин. Так. Атака для конницы плюс 13. Здесь что у нас есть? Атака в ближнем бою для отряда полководца. Конница. Атака в ближнем бою для полководца. Давайте здесь тогда возьмем для конницы. А здесь тогда возьмем у нас есть еще для пехоты. И сюда поставим броня 10-10-10, броню 20. Так. Продуктовый рынок мы отстроили. Потеряли окружение, соответственно. Все. Давайте теперь перестроим замок. Давайте начнем с поместья. Потом сам замок перестроим потихоньку. Так. Передвинуться мы можем вот до этих пор. Если в армию... Ну, кстати, чуть дальше. Мы можем двигаться за счет этого. Ну, идти нам еще... Ну, прям до города. Хода 4 еще. Плюс высадится. Потратим какое-то время наверняка. Так. Здесь у нас минус 1 порядок стал. Налоги минус 10, сложность минус 8, вопрос веры и мигранты. Блин, с порядком проблема. По-прежнему у нас остается. Вопрос с порядком. Надо, короче, знаете, как писали мне в каждом городе, построить именно мечети, чтобы они с друг с другом соединялись и передавали общественный порядок в соседние регионы. То есть надо будет здесь поднять. Может здесь что-то поменять. Убрать. Скорость исследования. Вроде сносить жалко. Возможность найма агентов. Коррупция. Насоглядай. Можно, в принципе, нанять их будет. И снести пока время на постройку. Можно так будет сделать. Наверное, так и сделаем. На следующий ход. У нас как раз 4000 будет. Думаю, нам этих денег хватит вполне. Давайте пока, знаете, что сделаем. Вот здесь вот. Вот этих бичей уберем, чтобы они лишние деньги у нас не ели. Все равно потом переобучим их. И все. Вот здесь вот этого можно взять и убрать. Это у нас тоже 99 жрет. Хотя у нас сразу минус один стал. А, ну мы еще четыре отряда распустили. Смотри, блин. Как все влияет. Так, готовь к службе. Поля, поля. Готово у нас. 3500 доход. Кстати, еще вспомнил. Вот здесь вот можно снести старушку. Она нам не нужна будет. И построить как раз таки мечеть еще одну. И теперь по поводу найма агентов. Стоит 1100. Шанс ранить нападавших. Шанс на успех. Вот, можно вот этого взять. Нормальный, в принципе, такой. Следующий агент у нас подороже, да, уже будет. Так, здесь что у нас? Коррупция. Рвение. Часовой шанс обдружении на карте компании. Плюс 25%. Коррупция минус 5. 36 лет. Тогда вот этого возьмем. Самооборону возьмем. И на последнего нам не хватит пару монет, как назло. Если только мы попробуем сейчас попросить их. Эти копейки. Так, не дано, да? Ну. Хотя бы, дайте там, не знаю, 500. Мне больше и не надо, в принципе. Агентов взять, чтобы они у меня были. Помоложе возьмем. Все, эту постройку я отправляю тоже под снос. Это вилла, кстати. Так, что у вас здесь за таланты, кстати? Я уже просто не помню. Изнурение армии, потери врага. Заказное убийство. Призыв к оружию. Возможность, наверное, дополнительного отряда плюс 1, да? Так. Так, военная подготовка, плюс 30, авторитет. Партизанская война. Пользование коррупцией. Безопасность провинции плюс 2. Хитрость. Ага, это у нас воители арху шпиона. Коррупция минус 10, поджог. Богатство минус 20, во враждебной провинции. Авторитет. Богатство торговых построек. Так, ну, примерно понятно. Примерно понятно. Все, завершаем ход. Честно, даже не знаю. Мы хотя бы до одной битвы сегодня с вами дойдем или нет. Вот большой вопрос. Так, и у нас вроде бабла еще хватает на перестройку. Что, замок или город? Город или замок? Ладно, пускай пока будет дворец. Потом перестроим. Вот этот, по идее, город, он как раз будет сюда обеспечивать порядок у нас. Так, плывем дальше. Уже почти, почти. Почти доплыли. Сколько там у них территории? Они же там тоже не древние. 23 региона у них уже. Они уже в Прованс добрались. Армии, что ли, послевали свои. А, ага, ага. Отвоюют сейчас. Урхель. А эти ребята убежали дальше. Значит, у них ничего не получится. Значит, у них ничего не получится взять. Их просто разобьют. Они город разорили уже. Так, развитие закона. Повышение. Марван. Запугивание населения. Водушевление войск возьмем. Так, потом. Вот здесь вот перестроим казармы. Полторы тысячи, они нам обойдутся. Так, у нас здесь санитарии нету. У нас в Галиции нету санитарии. Вот здесь вот. Она у нас сюда не доходит никаким образом. Нам нужна дополнительная санитария будет. Дополнительную санитарию мы с вами можем возвести, чтобы она ее охватывала. Более-менее интересно, да? Вот здесь вот надо было возводить место пищи. Это, да, мы охватили бы кучу регионов вокруг себя. По логике, да? Вот здесь вот место рынка. То есть, моя ошибка была при строительстве. Допущено. Давайте воителей тогда отправляем на всех на пограничье. Все равно готовимся, на всякий случай, к войне с франками. Кстати, можно было бы прям для хардкора на два фронта повоевать. Но, единственное, да, наша экономика может треснуть. Потому что, мало того, что очень большой штраф у нас идет из-за различия в религии. А куча войн, это будет вообще жесть. Так, давайте вот этим ребятам войну обеем. Добьем их уже. Называть нам все равно никого-то. Пойди вот эти ребята. Сейчас дадим им цель. Чтоб не спали. И вместе мы их проатакуем. Давайте лучников переобучим. Ладно, уже. 3600 доход. Так, ты у нас. Ну что, почти доплыли, да? Высадиться вот здесь. Вот нам можно будет и напасть на город. В городе, в принципе... Ух ты, он очень хорошо застроен, хочу сказать. Военный город третьего уровня. Беда его, конечно, будет перестраивать с нашим-то доходом. Так, дальше. Центр просвещения. Вот прямо, знаешь, не хочется мне империи поднимать. Хоть ты тресни. Большое поместье. Ну, мне нужна технология будет на санитарию дополнительную. Так, заключен мир. Папская область Королевства Британия. Так вот, строим санитарию. Союзник призвал армию. Ну, он все силы сюда собрал как раз. Замечательно. Так, у нас восстание будет, если мы сейчас уйдем. Блин, мне кажется, он справится. Он там два стыка подогнал, да? Я думаю, он справится. Без нашей помощи. Так, мечеть отстроили. Поместье перестроили. И мечеть отстроили. Давайте мечети тогда на уровень поднимаем все. Все мечети улучшить взять. Вот эту, наверное, тоже. Денег больше нету. Вот эту тоже мечеть улучшим возьмем. Здесь у нас мечети есть. И вот здесь вот мы с вами высаживаемся. Опа! Высадились. Все, я думаю, флот нам не нужен. Распустим его. Или пускай в битве хотя бы в одной поучаствует. Можем, кстати, прямо сейчас город атаковать. Как ни странно. Так, союзников вот будем призывать или не будем? Дайте, наверное, призовем. Гарнизончик слабенький тут. Город отжимаем. Потери, кстати, блин. 2076. Военачальнику больше всего досталось. Как будто и нарушено его туда отправил. Самое Ванзалово. Оккупировать. Повышение. Я думаю, мы его... Хотя ладно, пускай пока останется. Пускай останется. Так, на ремонт. Мы, кстати... А, можем перестроить в город. Да. Сам город перестроить мы не можем. А замок третьего уровня мы построить с вами можем. Тогда ремонтируем рыбный порт. Оставим. Так, глубокая медная шахта. Загрязнение 8 нам дает. Кришет доход у него хороший. Но на уровень я, наверное, снесу постройку. Санитарии здесь нет. Архив. Библиотека. Мы ее не перестроим. Это подснос. Мастерская злота кузнеца. Офигеть. А как они тут на санитарии выезжали? Я не пойму. Или они вообще по поводу этого даже не парились, да? Такое впечатление, что не парились. Нестабильность минус 10. Захват минус 20. Налоги. Скорость. Вопрос сферы минус 6. Блин, у них, хочу сказать, намного развитой провинции, чем наши. Да, и тут всю Италию поджимали уже. Всю Италию захватили абсолютно. Кроме папской области. Ну, Рима. Все. Сепаратистов мы с вами уничтожили. Отлично. Цели утрачены. Бои имя папской области заключили мир. Снесли. Вот у нас денег сразу сколько появилось. Прекрасно. Так, здесь у нас губернатор повышение получил. Так, а на что мы стоимость строительства? Минус 10%. И красноречия тогда возьмем пока. Нам, кстати, хватит денег вполне на перестройку замка. Так. Это мы все еще раз сносим. Санитарию мы можем возвести здесь? Да, можно. Давайте возведем ее. Как раз будет более-менее нормально. Надо обязательно построить будет храм. И тогда здесь можно будет казармы отстроить. В идеале. 2300 у нас осталось. На 2300. Что мы можем у себя в империи отстроить? Вот. Мечеть. Так, агентика дальше перемещаем. Так, если мы сейчас с вами покинем, допустим, город. Что у нас там по порядку? Получается минус 25. Налог, если отключить. Порядок 7 становится. Минус 15. Давайте один ход отсидимся. Они уже сюда, кстати, армию перебрасывают в сторону Ольвии. Город постараемся занять. Так, империя мы достигли с вами все-таки, да? Цель достигнута. 3 из 6 заданий выполнено. Это у нас какой получается? Тут вообще по условиям. Пятый нужен, да? Ну, мы все равно не по этим условиям как бы работаем. Это получается. 1, 2, 3, 4. Вот тут аж пятый, да, является? Ну да, по идее. Так, 19 тысяч, кстати, у нас в казне. А что нам дали, допустим, по главам выполнять далее? Сарагосу мы взяли с вами. Большой ипподром, типа, отстроить предлагают нам. Большую мечеть. Ну, короче, постройки различные. Получили в бонус мы налоговую ставку плюс 10%. Вся фракция. Снижение содержания минус 10%. Численность войск плюс 2. И все. 19 тысяч. Это, кстати, хорошо, что мы получили такую сумму. Можно реально запариться на экономику сейчас, друзья. Тут отстроим. Так, 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 вот почти казармы. Вот они. Так. Перестраивается гарнизон, кстати, у нас здесь пополняется. Я думаю, кстати, можно будет потом город оставить. Пойти дальше по своим делам. И давайте тогда смотреть, что сейчас мы можем... На чем мы можем вообще подняться с вами хорошо. По доходу. Во-первых, Мне кажется, стоит построить поля в провинциях, где желтый уровень плодородности. Вот от хотя бы такой вот это у нас получается средний, да? И зеленый уровень весь практически в Галлии находится, во Франции. То есть вот в этих регионах можно прям поработать от пищи. Там богатство от животноводства нам добавят плюс 45 за каждый уровень. То есть можно это улучшить. Так, далее. Это раз провинция, потом в этой провинции. Так, здесь поля уже второго уровня. Пускай пока второго остаются. Здесь тоже тогда отстроить. И последняя провинция Кордова, да, у нас? Да, здесь поля. Так. Здесь у нас мечеть второго уровня. Должна будет возвестись. Порядок у нас на ноль. Ушел. Хорошо. Торговый порт отстроить мы с вами не можем. Четыре тысячи, четыре тысячи. У нас торговли нету в любом случае. Как бы 1700. У нас экспорт. Насколько идет? Сто процентов экспортируем. Сто процентов. А может быть мы на торговле бы и поднялись. Потому что, хотя вот железо нам не нужно. Оно у нас всего на 66% экспортируется. Мы не против. У наших торговых партнеров были бы соль побольше экспортировать. Ткань. Дерево. И оливковое масло. Так. Вот она, соль. Блин, богатство от производства мы маленькая получаем. А вот тут ткань. Вот пускай ткань тогда отстроится пока. Все, завершаем ход. Ага, губернатор повышения. Давай на налоговую ставочку тогда выйдем. И можем, кстати, дополнительного губернатора с вами назначить, что хорошо. А назначим мы дополнительного губернатора, я думаю, с вами как раз-таки на первое время в Сардинию. Так, сын у нас пока этот недоступен. Плохо. Личное влияние. Вот вождь у нас и есть. Можно вождя. У него авторитет. Дополнительный будет общественный порядок. И скорость исследования. И санитария. Дай блок, май пар. Дай блок, май пар. Так, изданный дикт. Мудрость востока. Порядок 10. Повышение ранга. Возведенные постройки. Казарма перестроили. И санитарию здесь возвели. Отлично. У нас здесь теперь... Довольны. Может было и медный рудник не сносить, да, получается. Так, налоги включаем. 4300. Порядок на 0 у нас, единственное, сразу уходит. Мне придется еще, наверное, один ход подождать. Ну, полностью перестройки замка. А здесь у нас флот приближается. Приближается флот. Давайте пока все-таки налог отключим, ладно. Так. Давайте еще раз на торговлю нашу взглянем. Оливковое масло. Нам не дает богатство от производства. А тут у нас золотые рудники есть еще. На 600, кстати, поднимут. Вот, давайте золотые рудники. Отстроим. У нас вроде золота больше нигде и нету, кстати. Вот, общественный порядок плюс 10 от военного присутствия у нас появился. Отлично. Вот, кстати, хорошо. Сюда я его и поставлю сейчас. Блин, у нас нерешительный богохульник. Авторитет на тебе. Так, мечеть на следующий ход. Отстроится казарма на следующий ход. Повышение отлично сразу же. На тебе еще авторитет. Порядок, по идее, у нас здесь плюс 27. Можно теперь уже как раз-таки включить налоги. 17 у нас порядка остается. Гарнизон более-менее восстановился. Даже если вот этим вот шлаком они на меня нападут. Так, мы здесь поблизости. Ага, вот видим сухопутный. Ага, и вот еще стек плывет. Вот как, да? То есть они сейчас сюда начнут перебрасывать все силы, которые у них есть. Давай мечеть. И казарму здесь отстроим. Гарнизончик у нас здесь будет хорошенький. Можем будет не париться, не бояться оставлять этот город. Проблема будет у нас с городами вот этими. С мелкими потом. Я бы взял, я бы взял Рим. Сколько у него, кстати, территория один. Все, кстати, самое что интересно, я не вижу у него даже армии. Там, если не ошибаюсь, я как-то брал уже Рим. Там вроде дают неплохие бонусы для фракции. За взятие Рима. Вроде. Точно не буду говорить. Там влияние религии твоей повышается значительно. Порядок там. Ну, что-то вот в этом роде. Ну, то доплыть надо. Так, мечеть мы здесь с вами отстроили. Порядок плюс 21. Способность неспешной. Централизация власти. Повышение ранга. Седьмой. Так. Вот так вот наделаем. Нам еще получается на восьмом уровне набора бюрократа будет строить или изучить. И только на девятом мы сможем сами вкачать легенду. Но ему уже 42 года. Не факт, что чел доживет у нас. Да, вот на санитарию по строечку. Потом надо будет еще заняться апгрейдом нашей пехоты. Мечников наших. И давайте тогда еще, знаете, что сделаем? Сюда. Доберем сейчас копеечков. Доберем копеечков. Этих ребят проапгрейдим уже. И я думаю, что мы с вами вот эту армию отправим. Как раз таки через герцогства в Прованс. Я думаю, мы Прованс с вами захватим. Их всего один регион остался. И начнем Сицилию давить именно в Провансе. А потом уже в Ломбардии. То есть пойдем вот с этой стороны, с двух направлений, будем пытаться их зажать. Барселона там пока разбирается с франками. У нас будут свои планы. Так, это у нас еще поля. Только на следующий ход получается отстроиться. И тут замок, в принципе, можно будет уже оставить. Давайте, наверное, прямо сейчас и оставим. Пойдем дальше. На захват следующего поселения. На Ольвию. Здесь минус четыре, да, мы получили? Ну, сейчас мечеть. Замок отстроится. Все будет окей тут. Так, повышение. Второй ранг. Надо сразу хитрость изучать, брать. Возведенные постройки. Усадьба. Мечеть. Усадьба. Усадьба. Мастерская. Ткача. Поля. Отлично. 4 300 у нас доход. Так, а у нас, где у нас, кстати, еще хотел найти, где у нас дерево? Есть у нас дерево? Подожди, у нас... А, вот дерево. Сантьяго, да. Второго уровня у нас уже дерево здесь, поэтому пока что его отстроить не получится. Мрамор тогда у нас остается. Мрамор тогда у нас остается. Вино нам больше не особо интересует. Экспорт всего 66% идет. Так, мрамор остается тогда. Мрамор, 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 мрамор. Где у нас мрамор? Мрамор. Вот и вот. 4 000, да? Ну, кстати, еще за это и общественный порядок получаем. Прикольно. Блин, здесь только возвести не получится у нас сейчас. Мрамор. А, кстати, здесь бы сейчас пригодился нам он. Потому что сейчас, если мы вот эту армию с вами выведем, то очень сильно начнет падать у нас в порядок. Так. Как вариант, либо снести поля сейчас взять. На следующий ход здесь тоже мрамор построить. Сейчас здесь тоже поставим. А здесь снесем построечку. Тут избыток не скоро пока будет. Очень медленно растет. И вот у нас чуть-чуть идет минус 8 по росту. Я армию сейчас выведу. Здесь тогда придется армию собрать какую-то. Агентов, кстати, не могу поместить сюда. Как ни странно. Так, вы двигаетесь дальше. Все. Мы там начнем. Поджоги устраивать. Ага. На союзной территории их не могу разместить никак. Ускоряемся. Так, здесь тогда. 55 лет. Политик 27. Всадник. 44. Они, блин, уже все старые такие. Только вот этого можно взять, как вариант. И собрать сюда тогда небольшую армию. Можно вот. Из дешевых новобранцев собрать. Две куницы. Ну ладно, давайте таких возьмем. Ага, денег нет больше. Вот так вот. Так, а вы у меня тогда... Ага. Перебросили они сюда свою армию. Успели прям вовремя. Короче, нам придется в этих портовых городах создавать обязательно старушки. Ох, там армии-то у них не слабые. Хочу сказать, очень не слабые. Топорники есть. Кава, конечно, у них слабенькая. Вот пехота у них реально хорошая. Ну что ж, друзья. Тогда я полагаю, что следующая битва... Следующая серия у нас, точнее, начнется уже с битвы за Ольвию. В общем, забираем вот эти острова. Более-менее наводим порядок. Хотя мы уже и так более-менее навели порядок. Нам только вот здесь нам будут разобраться. Армия вторая у нас подходит к Провансу. И, я думаю, мы заберем... Да, еще раз повторюсь. Берем острова и сразу отплывем на Рим. То есть, ну, это не значит, что я вот сейчас возьму Рим, потом соберу еще один стейк и поплыву через море, высажусь и возьму Париж, и мы закончим компанию. Нет, мы так выгрызать куски не будем. Поэтому будем именно расширять свою империю. Всем спасибо за просмотр, друзья. Если вам понравилась сегодняшняя серия, не забудьте ее поддержать лайком. Обязательно подписываемся на канал. И увидимся на новом видео, друзья. Всем пока-пока.